Всем привет! Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом! В предстоящие праздники наверняка многие будут употреблять алкоголь. Я, конечно, как врач могу рассказать про вред алкоголя, но я не буду этого делать, потому что мало кто меня послушает. Лучше я расскажу, как минимизировать вред от алкоголя, чтобы чувствовать себя лучше. Какое-то время назад еще была такая точка зрения, что есть безопасные дозы алкоголя. Сейчас наука уже опровергает этот взгляд и считается, что любая доза алкоголя наносит вред организму и печени. Но у нас есть некоторые биохимические механизмы, которые помогают перерабатывать алкоголь. И, в принципе, мы можем дополнительно поддержать свой организм, чтобы чувствовать себя нормально даже на следующий день после праздника. Давайте для начала разберемся, как алкоголь влияет на организм. Вообще, даже в норме у нас в кишечнике в течение суток вырабатывается 3 грамма чистого спирта. И наши системы заточены под то, чтобы его перерабатывать. Но есть один нюанс. Они заточены именно под эти 3 грамма спирта. А когда мы употребляем больше, нагрузка на печень возрастает. Существует фермент, который перерабатывает алкоголь. Он называется алкоголь-дегидрогеназа. Он будет перерабатывать спирт в ацетальдегид, который далее под спочком превращения превратится в уксус, а затем в углекислый газ и воду. В процессе этих превращений организм даже получает энергию. Есть проблема. У всех разный уровень данного фермента. Поэтому кто-то может выпить много и чувствовать себя как огурец. А кто-то даже после 100 граммов алкоголя уже на следующий день будет не в форме. Есть такое понятие тренированная печень. Действительно, она может тренироваться и вырабатывать алкоголь-дегидрогеназы больше. Но обычно это происходит параллельно с развитием алкоголизма. Это нас не очень интересует. У нас есть другой способ помочь организму переработать алкоголь. Сейчас я расскажу, какой. Итак, мы пьем алкоголь. Если у нас не хватает фермента, который его перерабатывает, то в крови будет скапливаться ацетальдегид. Это токсичное соединение, которое повреждает клетки головного мозга. Именно оно вызывает и отравление, и похмелье. В норме ацетальдегид будет перерабатываться в уксусную кислоту и ацетилкоэнзим А, который является на самом деле настоящим кладезем энергии. Так как же нам получить этот кладезь энергии, а не похмелье на следующий день? На самом деле я просто хотела рассказать, как помочь организму лучше выводить ацетальдегид. Первый способ. Активация работы желудочно-кишечного тракта. Если мы поможем нашему пищеварению, то будет вырабатываться больше фермента, который перерабатывает алкоголь. Не зря принято принимать алкоголь вместе с квашенными овощами, соленым огурцом, например. Овощи должны быть именно квашеные, не маринованные, потому что они будут максимально активировать наш желудочно-кишечный тракт и снабжать нас органическими кислотами. Еще хороший источник органических кислот – это бальзам Болотова. Первый способ – органические кислоты участвуют в цепочке превращения ацетальдегида, того самого токсичного соединения. Второй способ – дожечь ацетальдегид с помощью кислорода. Если мы пойдем гулять и будем активно дышать кислородом, он все-таки будет связываться и находиться в крови, и может даже не поступить к тканям. А вот для того, чтобы довести эту цепочку до конца и дожечь этот ацетальдегид, нам нужны органические кислоты, про которые я вот уже рассказала. Мы можем их получить из квашеных овощей и того же самого бальзама Болотова. Таким образом, квашеные овощи будут выполнять сразу две функции. Это и стимуляция желудочно-кишечного тракта, и снабжение организма органическими кислотами. Итак, что же все-таки делать? Конечно же, нужно закусывать. Про пользу квашеных овощей я уже рассказала. Также сытная жирная пища будет помогать замедлению всасывания алкоголя. Но, конечно, этих жирных продуктов не должно быть чересчур много, потому что это тоже может, в свою очередь, перегрузить печень. А бальзам Болотова является источником не только органических кислот, но и неорганических. Неорганические кислоты стимулируют работу почек, то есть тоже способствуют очищению организма. Итак, для утилизации алкоголя мы можем использовать в качестве помощи рассолы из подквашенных овощей, кисломолочные продукты, например, тан, айран и бальзам Болотова, разведенный с водой. А еще, друзья, опохмел – это плохая идея. Несмотря на то, что вам становится легче, это наносит вред печени. Гораздо лучше помочь перерабатывать ацетальдегид с помощью органических кислот. Это будут квашения и бальзам Болотова, обильного питья жидкости и средних физических нагрузок на свежем воздухе. Вы можете расчистить снег, почистить машину или покатать детей на санках. Таким образом, лучше, конечно, вообще не употреблять алкоголь. Но если вы выпивали, помогите организму вот такими способами, и вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!